Доброе утро! Сегодня будем, кстати, говорить, друзья, о болезни глаз у деток, о детском косоглазии. И в гостях у нас врач-офтальмолог Елена Валентиновна Бурейна. Елена Валентиновна, здравствуйте большое. Здравствуйте, что пришли. Доброе утро. Мы же не только ограничимся косоглазием, правильно? Мы потом еще поговорим. Если будут какие-то вопросы... А я думаю, что вопросов будет масса, друзья. Все, что касается как раз проблем со зрением и с глазами у детей, можно сегодня весь ближайший час задавать нашему эксперту. Телефон прямого эфира все тот же. 635-85-72, код Петербурга, 812. Можно нам еще писать на электронную почту. Польза собака. Топоспб.тв. Елена Валентиновна, вроде бы термин косоглазия сама говорит за себя, но тем не менее, что это за заболевание? Ну, это заболевание связано с тем, что нарушается правильная работа мышц глазного яблока. Два глаза у нас двигаются синхронно. И вот в какой-то момент возникает нарушение вот этого синхронного движения двумя глазами. Причин здесь может быть очень много. Это может быть и врожденное косоглазие, которое связано, может быть, с какой-то патологией беременности или травмой родовой. Это может быть косоглазие, связанное с нарушением рефракции. То есть, когда есть анизомитропия, например, на одном глазу дальнозоркость меньше, на другом глазу дальнозоркость больше. И в этом результате тоже может возникать косоглазие. Косоглазие может быть связано с другими заболеваниями глаз. Это и с патологией сетчатки, и с патологией зрительного нерва. Как всё серьёзно. Может быть, связано с развитием, в результате травм перенесённых каких-то. Может быть, связано даже с заболеванием головного мозга. То есть, это могут быть опухоли или какие-то кровоизлияния в головной мозг, которые тоже могут приводить к возникновению косоглазия. Герена Вальтина, правильно я понимаю, что косоглазие, оно появляется вот сразу, если, например, оно есть, то ребёнок сразу с ним рождается? Или это приобретённое бывает? Нет, если косоглазие связано с какой-либо патологией центральной нервной системы, то есть это либо, вот я как перечислила, родовая травма или какая-то тяжёлая беременность, в результате там во время беременности были какие-то заболевания перенесённые, или гипоксия тяжёлая плода была, то ребёнок рождается уже с косоглазием, как правило. Если косоглазие возникает в возрасте двух с половиной, трёх лет, то это, как правило, косоглазие рефракционное, связанное с патологией именно рефракции. То есть есть нарушение либо близорукость у ребёнка высокая, либо у него дальнозоркость высокая. И когда один глаз начинает выключаться из акта зрения, потому что он плохо видит по сравнению с другим глазом, да? Ну и все остальные виды косоглазия, ну это уже там непосредственно травма или что-то. Елена Валентиновна, ну мы же малыша-то с рождения начинаем, в принципе, вот уже показывать офтальмологу. Вот эти вещи какие-то можно уже посчитать? Значит, на сегодняшний день считается, что разрешается ребёнку косить до месяца. Если косоглазие сохраняется после месячного возраста ребёнка, необходимо обязательно пройти консультацию офтальмолога и обязательно консультацию невролога. Потому что это косоглазие носит, как правило, неврологический характер. Вот. И лечение здесь обязательно может быть назначено. Часто может помочь остеопат до 7 месяцев. Если мы обратимся к остеопату, то, как правило, они могут помочь в исправлении этого косоглазия. И сейчас существует ещё новый метод лечения, когда до года, ну в год ребёнку можно вводить в мышцу, которая более активно работает по сравнению с паралитической мышцей, вводится ботокс. А, который парализует мышцу? Да, который будет уменьшать функцию мышцы, которая работает более активно, и не даст развиться контракторе той мышцы, которая у нас парализована. Это потому что паралитическое косоглазие, которое связано с патологией неврологической, оно оперируется где-то в возрасте от 3 до 5 лет. Но оперировать его нужно обязательно. Никакие аппаратные лечения, никакие, как правило, там и с рефракцией бывает всё в порядке. То есть очки здесь не помогут. Это косоглазие. Нужно обязательно оперировать. То есть, другими словами, получается, если есть такое, к сожалению, расхожее мнение, то, что некоторые считают, что косоглазие вроде бы само собой пройдёт. Нет, если это истинное косоглазие, и есть причины для его возникновения, само по себе косоглазие не пройдёт. Его нужно лечить. А уже способ лечения выбирает офтальмолог вместе, если это неврологическое, вместе с неврологом. Лена Валентиновна, вот ещё такой уточняющий вопрос, для особо сообразительного. Это верующий для меня. Я просто как-то давным-давно снимала репортаж в роддоме, где вот младенчики вот только-только родились, у которых уже глазки чуть-чуть были открыты, мне казалось, у них у всех глаза какие-то в разные стороны смотрят. Я же сказала, до месяца... То есть вот это нормально, чтобы мамочки не пугались. Это нормально, да, потому что ребёнок, ну он только родился, он ещё взор не фиксирует, он ещё только-только начинает смотреть, и вообще, ну, мозг сходит с ума. Слушайте, это правда или нет, Елена Валентиновна, опять же такой, только не смейтесь особо над этим глупым вопросом. Правда, что вот совсем младенцы в первом месяце, да-да-да, такой же вопрос, они как-то видят иногда вверх, ну, как бы, вверх тормашками, что ли, наоборот немножко. Ну, на самом деле, я думаю, что, наверное, в первые вот, ну, несколько часов, наверное, да, а потом, наверное, всё-таки всё нормально. И ведь это не проверишь, кстати, они же не могут сказать, как они видят. Вот, потому что, на самом деле, наш мозг, он настолько мобилен и быстро даёт нужную нам картинку, поэтому... А можно ещё тогда, вот раз у нас в гостях офтальмолог ещё про цвет глаз просить? Ну, он как-то меняется же. Меняется цвет глаз, почему? Почему? Потому что, ну, вот... Это не патология, ничего страшного. Нет, это не патология, потому что... Это милая особенность. Говорят, ребёнок родился, да, у него взгляд ясный, светлый, да. Голубоглазенький. Голубоглазенький. Или сразу, может быть, и темноглазенький, по-разному бывает. Да, в некоторых регионах особенно. Но чаще всего, конечно, дети таким с незамутнённым взором, да. Но в процессе, если генетически заложено, что там кореглазы есть в роду, то пигмент вырабатывается, и глаза, конечно, начинают темнеть. Да, это нормально. Это не патология. Хотя, хотя, разная радужка, разный цвет глаз на одном и другом глазу, да, может быть и проявлением какого-либо заболевания. То есть это не такая оригинальность генетической особенности? Это может быть и оригинальной генетической особенностью. Кари глаз от папы, серы от мамы. Да, но не будет серо-зеленоватый. Но, в принципе, если радужка вдруг начинает зеленеть или вот резко менять свой цвет, то надо скорее бежать к офтальмологу, потому что это может быть воспалительный процесс в глазу. А, и поэтому меняется... Да, и поэтому меняется цвет радужки. А, Елена Валентиновна, мы сегодня говорили, что согласие, которое возникает в возрасте 2-3 лет, вот просто не могли бы вы пояснить, оно вот раз резко, не с того на сего утром ребенок просыпается, у него глазки... Если это не травма. Или это постепенно, постепенно как-то вот... Ну, на самом деле родители просто могут не заметить начало, да, вот этого косоглазия. И на сегодняшний день, к сожалению, нам еще способствует возникновение вот у детишек в этом возрасте. Это гаджеты, которые вот очень часто родители... Мультик посмотри на планшете дают ребенку, да? Да, и все маленькие детишки сидят вот так в самолетах. Вот, и все маленькие детишки и в самолетах, и в машинах, и дома тоже. Ну, не телевизор включили. Нельзя забывать, что все дети рождаются с дальнозоркостью. Это вариант нормы для них. И если мы ребенку в маленьком возрасте даем нагрузку на близкое расстояние, то, чего у него не должно быть по его физиологии, да, то мы можем спровоцировать возникновение косоглазия на близкое расстояние. Даже при наличии нормального зрения у ребенка. В силу того, что у него идет напряжение глаз, когда он смотрит вблизи. Поэтому обязательно надо родителям это учитывать и ни в коем случае не давать детям гаджеты на близкое расстояние. А помните, как мы еще с Ксюшей, когда учились в школе, это было до революции, нам обычно учителя советовали родителям, значит, телевизор смотреть как можно дальше в комнате. Как можно дальше, все правильно. А сидеть там надо уберить чуть-чуть, так образно говоря. В коридоре, да. Много очень идет и различных центров, которые так занимаются развивающимися программами с детьми, да, для улучшения там, я не знаю чего, но во всяком случае пытаются их развить. Хотя ребенок прекрасно разовьется сам. Главное ему не мешать, да, а вовремя помочь. И все забывают про определенные физиологические нормы детишек. Вот глаз готов на работу на близкое расстояние не раньше 6-7 лет. Когда мы идем в первый класс. Когда мы идем в первый класс. Ну, раньше-раньше 7 вообще не ходили в первый класс, да. Вот, 7 лет. А все, что мы делаем раньше, вот, даем им там всякие рисовалки в большом количестве, буквы их учим, читать их учим раньше времени. Можно обучать ребенка, но с учетом того, что он плохо видит вблизи. Поэтому все буковки, все книжечки должны быть с очень крупным шрифтом. И занятие должно занимать не больше 5-7 минут. Вот абсолютно золотые слова ваши, Елена Валентиновна. Потому что, я думаю, мы уже вообще в принципе не можем повернуть время вспять. Но, опять же-таки, я помню, когда еще я учился в педагогическом университете, как раз вот с точки зрения, да, после уже революции в первые годы. Там в цикле как раз физиологии и объясняли очень подробно, почему мы идем именно в 7 лет в школу, в первый класс. Потому что тогда, с физиологической точки зрения, ребенок способен воспринимать вот что-то новое, именно в плане того, что он познает глазами и так далее. Начинается ведущий тип деятельности, меняется, получается такое учение, учеба. А до этого игра. И не надо раньше времени в 4 года заставлять иностранный язык изучать, алфавит писать и так далее. Конечно. Вот, ну, можно, если ребенок проявляет к этому сам интерес, то есть помочь ему. Ну, очень нужно это делать грамотно. То есть нельзя форсировать события. Нельзя все сразу на маленького ребеночка. Мозг у ребенка как чистый лист. Положить туда можно все, что угодно. Понимаете, все, что угодно. Вот, но нужно все делать разумно. Все нужно. Потому что в конечном итоге ведь глаза глазами, ладно, глаза можно исправить, одеть очки, прооперировать, скосоглазие. А вот что делать с центральной нервной системой? Что сделать тем мозгом, который будет просто перегружена информацией? Это же тоже очень страшно. Между прочим. Хорошо, друзья, мы сегодня говорим о детских проблемах с глазами, со зрением. Звоните 635-85-72, адрес нашей почты польза-собака.топспб.тв. Елена Валентиновна, если мы уже полномерно пойдем к другим, скажем так, физиологическим особенностям, вы уже упомянули то, что желательно, когда появляется ребенок в семье, в первый месяц, когда вот месяц уже исполняется, прийти на обследование к офтальмологу. По закону сегодня ребенок должен быть сначала осмотрен в месяц неврологом и офтальмологом. Это два обязательных доктора, которые смотрят ребенка в первый месяц жизни. А в дальнейшем уже, если окулист что-то находит, какую-то патологию, он просто берет его под динамическое наблюдение, назначает сроки явки, уточняет диагноз там. Потому что в начале, в первый месяц, конечно, очень сложно сказать истинное, если вот ребенок осит истинное, это косоглазие, оно все-таки пройдет, поэтому нужно обязательно динамическое наблюдение. И в первую очередь мы смотрим ребенка в первый месяц для исключения у него врожденной патологии глаза. Очень серьезной патологии, которая встречается на сегодняшний день достаточно часто, это ретинобластома новорожденных детей. А что это такое? Это злокачественная опухоль сетчатки, и поэтому вот для исключения какой-то очень грубой патологии мы смотрим ребенка в первый месяц обязательно. А это действительно так распространено сейчас? На сегодняшний день, к сожалению, достаточно часто это встречается, потому что это заболевание носит еще и наследственный характер, поэтому если у кого-то из родителей или у кого-то из родственников когда-то была ретинобластома, и в связи с этим были проведены какие-то оперативные вмешательства на глазу, таких детишек нужно обязательно регулярно смотреть. Хорошо. Я думаю, что к этой теме мы сегодня еще вернемся. Сейчас у нас просто телефонные звонки от наших дорогих телезрителей. 635-85-72. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Анна Федоровна. Да, очень приятно. Я хотела спросить, вот у внука делали операцию, две операции, вот, сейчас ему 16 лет, но у него глаза все равно косят, он проверяет раз в год. А вот действует это на головной мозг или нет? Надо МРТ головы сделать или что-то вот с сосудами? Вы знаете, мне сейчас трудно ответить на ваш вопрос. Во-первых, какие операции были сделаны по поводу какого косоглазия? Косоглазия. Какое косоглазие у вашего внука сейчас? Если было сходящееся косоглазие, он был парооперирован по поводу этого в маленьком возрасте, а сейчас у него расходящееся косоглазие, то это так называемое вторичное расходящееся косоглазие, которое связано с тем, что глаз у него больше вырос, чем надо, и в результате мышцы, которую тогда оперировали, она сейчас не очень хорошо работает. То есть она работает с гиперфункцией. Поэтому, в принципе, такое вторичное косоглазие, если это действительно расходящееся косоглазие, можно прооперироваться, тут ничего страшного нет. А если сохраняется сходящееся косоглазие, которое было оперировано в детстве, то нужно обязательно посмотреться еще раз у офтальмолога для исключения именно неврологического компонента. А насчет МРТ это уже будет решать офтальмолог. Хорошо. Принимаем тогда следующий телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, говорите. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире, мы вас слушаем. Да, это вы, как вас зовут? Здравствуйте, я хотела вот что спросить. У меня... У меня... Отойдите, пожалуйста, от телевизора и выключите звук. Значит, у меня... Я бабушка, у меня трое внуков. И вот, к сожалению, у всех у троих проблемы с глазами. Старший, у него очень большая разница. Один глаз минус три с половиной, а второй там минус один. И вот он как-то очки носить не хочет, снимает их все время. И приходится с ним бороться в этом смысле. А у младшего, среднего, скажем, у него тоже там, ну не такая большая близорукость, но есть там. А вот сейчас меня волнует маленькая девочка, которая три годика. Летом вот только я заметила, я думала, это на солнце такая реакция, когда смотришь, как бы один глазик, так немножко уходит в сторону. Ее сводили к врачу, к окулисту, зрение у нее единица. Когда сводили к нейропатологу, нейропатолог сказал, что, наверное, это вот, ну, какая-то реакция организма. Я посоветовал вот пойти к офтальмологу. Еще раз, да? Или нет, как-то специальный врач называется на маховой, вот, который занимается конкретно косоглазием, как название есть у этого специалиста. Туда мы еще не дошли. Но вот насколько опасна вот с вашей ситуацией, что скажете? Значит, по первому внуку, если у него есть близорукость, то необходимо обязательно ношение очков. И ношение очков постоянно, постоянно. По поводу среднего внука я не поняла, что там у него за проблема. Я так думаю, что там какая-то наследственная близорукость у всех получается. Нет, там где-то, я поняла, что около единички минус. Минус единица? Ну, какой возраст, во-первых, ребенка, да? Надо это уточнить. И если пока минус один, то все равно нужно носить очки, возможно, только для дали, если он плохо, надо смотреть. Так вот сразу сказать сложно. А по поводу маленького внучки, значит, обязательно нужно смотреть шейный отдел позвоночника. Там может быть либо смещение, либо какая-то родовая травма, которая может приводить вот этому расходящемуся косоглазию. Поэтому я вам советую сделать доплерографию, кровоток шеи, головы, ребенку, и, возможно, обратиться к остеопату. Шея может так влиять на глаза? Да, глаза-то у нас где находятся. Кровоток-то у нас замкнут. Шейный отдел позвоночника. Друзья мои, кровоток-то у нас в организме замкнутый, никто же у нас отдельно-то ничего не страдает. Если где-то есть какое-то нарушение, туда это может приводить к расходящемуся косоглазию. Когда что-то нарушается в шее, тянется что-то отсюда, получается, они могут влиять на мышцы глазного яблока в том числе. Ну, там иннервация просто идёт специфическая, поэтому... Всё взаимосвязано. Человеческий организм уникальный. Давайте мы ещё один звонок успеем послушать до рекламы. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Хотела бы задать такой вопрос. Ребенку 5,5 лет. Так. И вот, когда проверяют офтальмолога зрение, то таблица находится на расстоянии. А вот вы говорите, что проблема в том, что ребёнок не видит вблизи. То проводится ли определение зрения таблицами вблизи? Нужно ли это вообще проверять? Или достаточно того, что врач осматривает глаза и таблицу удали? Я не сказала того, что ребёнок не видит вблизи. Ребёнок плохо видит вблизи. А в 5 лет уже дальнозоркость там не такая должна быть большая. И, в принципе, если острота ребёнка вдаль достаточно хорошая, там где-то 0,9 единицы или даже 0,8 для ребёнка 5 лет, это вполне нормальная острота зрения. И если дальнозоркость не превышает его физиологическую норму, где-то в пределах плюс 1, то это абсолютно нормальная ситуация. Ничего вблизи проверять не надо. Я помню, как я всегда, у своего любимого доктора окулиста, естественно, вдали. Я знал эти уже буквы наизусть, но я, естественно, их не видела. Но я не обманывал врача. Мы прервёмся, Елена Валентинна, на короткую рекламу. У нас миллион вопросов на почту, друзья. Польза собаку.тубспб.тв. Клянёмся, начнём с них сразу после прогноза погоды и рекламы. Пятого декабря в Санкт-Петербурге ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируется пасмурная, слабоморозная погода с осадками, умеренным ветром, высокой влажностью воздуха и повышенными теплопотерями организма. Для метеозависимых людей такие метеоусловия представляют собой фактор риска и могут привести к возникновению простудных заболеваний. Это следует учитывать при выходе на открытый воздух и одеваться теплее. Температура воздуха днём составит минус 1-3 градуса. Резкое падение атмосферного давления может отрицательно сказаться на людях с нейроциркуляторной дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга и нарушениями сердечного ритма. Таким людям показана лечебная гимнастика, приём тонизирующих средств, исключение из пищи, острых блюд и алкогольных напитков. Прогнозируемая слабая геомагнитная буря может вызвать ухудшение самочувствия даже у практически здоровых людей. Метеореакции могут проявиться рассеянностью, раздражительностью, ухудшением памяти и снижением работоспособности. Спокойные прогулки, дыхательная гимнастика, самомассаж, контрастный душ являются наиболее эффективными методами метеопрофилактики. Следите за нашим прогнозом и будьте здоровы! Всемирно известная клиника имени Святослава Фёдорова впервые на Северо-Западе предлагает последние европейские технологии лечения катаракты и коррекции зрения с использованием новейших немецких лазеров. Телефон 324-66-66. Полезная консультация, друзья, снова с вами. Сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог Елена Валентиновна Буренина. Телефон прямого эфира 635-85-72. Адрес электронной почты польза собака. Топоспб.тв. Ну вот кто клялся, тот и принимает. Да, 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 сейчас мы протерли свои окуляры и начинаем читать издалека. Вопрос, друзья, с нашей электронной почты польза собака. Топоспб.тв от Илоны. Здравствуйте. Возможно ли развить бинокулярное зрение в 15 лет и насколько опасна операция по ослаблению мышцы? Каковы могут быть симптомы после операции? Также я знаю, что возможно лечение терапевтическими методами. Эффективно ли оно? Илона, для того, чтобы так вот подробно ответить на ваш вопрос, конечно, не мешало бы вас посмотреть. Но вот от предоставленной мне информации, что можно сказать? Вообще бинокулярное зрение развивается где-то до 12 лет. Но если быть очень настойчивым и упорным, то можно, конечно, и это достичь. А что это такое вообще? Что это за зрение? Бинокулярное зрение? Ну, мы смотрим с вами двумя глазами, да? И каждый глаз поставляет информацию в мозг, изображение идет от каждого глаза в отдельности. И в мозгу происходит слияние двух изображений и единый зрительный образ, да. И если вот это вот у нас нарушение, нарушена функция, да, то у нас нету бинокулярного зрения. А раз у нас нету бинокулярного зрения, то, соответственно, у нас нету ни глубинного, ни стереоскопического зрения. И почему часто говорят, ты не можешь припарковаться? Да не может припарковаться, может быть, потому что у него нету вот как раз глубинного и стереоскопического зрения. У меня вот этого, наверное, не считает. Вот, потому что человек не может рассчитать, да, расстояние там, да, у него всегда другое расстояние, если оно есть в истинном варианте. Поэтому развитие бинокулярного зрения обязательно у детей. И в первую очередь бинокулярное зрение страдает как раз при косоглазии. Первый признак косоглазия – это отсутствие бинокулярного зрения. И для того, чтобы развить бинокулярное зрение, необходимо глаза поставить в правильное положение. То есть, чтобы зрительные оси были параллельны друг другу, и глаз никакой не отклонялся в сторону. Каким способом это можно достичь? Если это альтернирующее реферационное содружественное косоглазие, то это достигается очками. Здесь ношение очков должно быть постоянное, обязательно. И лечение, если ребенок маленький, и сразу мы назначили ему коррекцию очковую, то, как правило, бинокулярное зрение потихонечку разовьется само. Но если ребенок уже находится достаточно во взрослом состоянии, то есть ему больше 3-4 лет, то есть специальные тренировочные программы, которые способствуют развитию бинокулярного зрения. То есть помогает этот процесс сделать достаточно более быстрым, нежели просто чисто ношение очков. Если это косоглазие связано с парезом мышцы, то есть имеет место паретическое, о котором мы говорили в самом начале нашей передачи, то здесь, конечно, необходимо сначала прооперировать ребенка, а потом уже заниматься... Коррекцией, да? Нет, не коррекцией. Как правило, там с коррекцией это все в порядке. Там может быть не быть аномалии развития никакого по плане рефракции. А потом уже заниматься на аппаратном лечении, развивать это бинокулярное зрение. А технически это вот каждый день или через день ребенок приходит с родителем, да, садится около аппарата, и ему... Ну, это назначает, во-первых, доктор. Все зависит от того, какой угол косоглазия, какая степень нарушения рефракции у ребенка. От возраста ребенка зависит. Маленький ребенок там, или он уже взросленький, там, у него уже порядка 5-6 лет. Соответственно, этому назначаются курсы лечения. Есть у нас такие приборы, как синаптофор, который направлен на развитие бинокулярного зрения и развитие фузионных резервов. Есть специальные компьютерные программы, которые тоже способствуют развитию бинокулярного зрения. Но это все должен назначать врач. Самолечением заниматься не надо. Можно так навредить, что... Никакой врач уже не поможет. Ну, там можно сформировать неправильное, так называемое, бинокулярное зрение, которое потом вернуть в норму будет очень сложно. Поэтому самолечение... Вот сейчас очень много есть программ в продаже, которые продаются для лечения косоглазия, для лечения бинокулярного зрения, для снятия зрительного утомления. Без назначения врача лучше их не покупать. Нужно сначала проконсультироваться с врачом, чтобы вас научили с ними работать, а потом уже только к этому приступать. А что касается... Илона, да? Да, Илона. Вам обязательно нужно сделать операцию, потом уже заниматься развитием бинокулярного зрения. Без операции это бесполезное занятие. Хорошо, по очереди тогда будем. Вопросы почты, вопросы по телефону. Как вас зовут? Здравствуйте, алло. Здравствуйте, вы меня? Да, вас. Как вас зовут? Татьяна Александровна. Очень приятно. У меня внук, ему 5 лет 9 месяцев. У него на правом веке, я, может, плохо назову, халязиум. Вот. Такая вот пышечка вырастает. Мы ходили весной к врачу, кокулистно-маховую. Нам сделали укол. И через какое-то время, месяц она уменьшилась, но не прошла совсем. Вот. И сейчас вот растет снова. Теперь нам говорят, нам сделать операцию. Это обязательно? Ну, если вас это очень беспокоит, и если действительно дефект этот очень заметен, то, конечно, надо ребенка прооперировать. Потому что халязиум – это закупорка железы, которая находится в толще века. И она обрастает очень плотной капсулой. Если эту капсулу не удалить, то, к сожалению, это воспаление будет всегда поддерживаться. Поэтому лучше прооперирует ребенка. В этом ничего страшного нет? Нет, ничего страшного нет. А это быстро, да, операция? Ну, тут все от хирурга зависит. А, понятно. Ну, как правило, эти операции, они несложные, в общем-то, делаются достаточно. Бояться нечего, наша дорогая телезрительница. Потому что 5 лет 10 месяцев, как сказала телезрительница, а все очень боятся наркоза. Ну, чтобы он был как-то... Ну, на самом деле, ну, нужно посмотреть, во-первых, на ребенка. Потом это можно сделать и под местной анестезией, если психологический ребенок готов. Вот. Если нет, ну, там и наркоз дается очень легкий, он не дается на такой длительный период. То есть если... Это не полостная операция. Если это очень беспокоит, если это косметически действительно очень заметно и мешает, то надо прооперироваться. Хорошо, вопрос с нашей почты. Польза собак.тубоспб.тв от Галины. Здравствуйте, моей дочке 10 месяцев, у нее сходящееся косоглазие. Заметили где-то в 5 месяцев. Получается, у нее врожденное косоглазие? Врожденное так и останется? Ну, то, что исправить можно, понятно? Вот вопрос. Врожденное или нет? Значит, если... Да, это врожденное косоглазие, необходимо пойти обязательно к офтальмологу. Надо обязательно, чтобы доктор ребенка посмотрел и выявил причину этого косоглазия. Если там с сетчаткой, со всеми другими средами глазного яблока все в порядке, то тогда нужно такого ребенка взять под наблюдение и, вот как я говорила, выявить все-таки паресы мышцы или гиперфункцию мышцы, которые больше работают, сильнее паретической. Это может быть год введения вот ботокса, вот для того, чтобы ослабить действие вот этой мышцы, которая работает сильнее. Либо где-то в возрасте от 3 до 5 лет такой ребенок должен быть прооперирован. Если же там все-таки выявится патология рефракционная у этого ребенка, то нужно обязательно назначение очков. И, возможно, там заклейка попеременная или... Ну, это уже решает врач, какое лечение он назначит. Принимаем на следующий телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Да, Ирина, здравствуйте. Моему сыну 14 лет. Мы носим около года очки минус 2 на оба глаза. Буквально совсем недавно я стала замечать, что у него левый глаз стал подкашивать. Это что? А куда стал подкашивать? В какую сторону? К носу или к наружу? Вовнутрь. Вовнутрь, да. Но тоже, опять-таки, надо пойти к врачу и выяснить причину этого косоглазия. Очки здесь маловероятно, что они в этом виноваты. Если они подобраны правильно по той рефракции, которая есть у ребенка. А причина косоглазия, если вот так вот резко возникает, это еще нужно обязательно к нейрологу обратиться. Возможно, здесь нужно обследоваться и, может быть, даже делать МРТ. Ирина Малитина, кстати, подтвердить или опровергнуть это правда или нет? Когда люди, которые носят очки, они прекрасно знают, что идеально подобраны очки еще, чтобы углы были правильно сформированы. Правда ли то, что углы у нас меняются? Там вот 90 градусов, там 180. Нет. Это вы имеете в виду при астигматизме? Да, да, да. Ну, так круто от 90 до 100, они, конечно, не поменяются. Просто в оптике есть понятие в зависимости от того, что вот всегда мы, допустим, при дальнозоркости, да, дальнозорком астигматизме назначаем на плюс. А перерасчет оптики делают на минусовую. Вот там может быть просто другая ось показана в очках. А, вот это в чем дело. Ну, круто она меняться не будет. Нет, нет. Вот так от 90 до 180 точно нет. И от 180 к нулю нет? Нет, ну, просто если, допустим, у нас плюсовой цилиндр может стоять под 90, то если мы делаем перерасчет, то минусовый будет стоять под 180. Но там меняется не только ось, но и знак от плюс к минусу. Я, на самом деле, благодарен вам за ответ, потому что для меня это очень долго волновало. Мне некого было спросить. Когда глаз перевернет? Да, да, да. Потому что просто носите очки, я волновала такой вопрос. Нет, ну, я просто как-то думал. Мне даже сказала врач-офтальмолог, что углы могут меняться. Ну, я постеснялся спросить, почему. А Елена тебе объяснила. Я, может быть, имела в виду, что вот выписан рецепт так, а смотрели так. То есть тут это число... Вопрос на почте есть. Давайте я, что называется, залпом прочитаю три вопроса, потому что они все про косоглазие, и мы уже частично на все это отвечали. Анастасия нам пишет. Здравствуйте, моей внучке семь месяцев. Примерно две недели назад у нее появилось расходящееся косоглазие. Косит, извините, не сильно, периодически и неподолго. Но мы это видим и переживаем. У меня самой появилось такое же в очень взрослом возрасте, и при усталости один глаз отъезжает в сторону, в кавычках. Это бывает редко, но когда я фокусирую взгляд, у меня глаза становятся симметричны. Мы очень испугались по поводу внучки. Что делать? Ну, опять же, идти к врачу. Ну, во-первых, пойти к офтальмологу. С учетом того, что у бабушки есть такое заболевание, то это может носить и наследственный какой-то характер, то есть изначальная слабость мышечного аппарата. И обязательно проверять надо шею. Я уже об этом говорила. Вот, немаловажно. Потому что это может быть нестабильный шейный отдел, это может быть кривошея у ребенка. То есть может быть все что угодно, надо проверять шею. Так, следующий вопрос у нас от телезрительницы, не подписан, к сожалению. Добрый день, моему сыну 4,5 года поставили диагноз сходящиеся косоглазие, дальнозоркость, косит левый глаз. Мы уже год проходим лечение, носим очки, плюс 3,5 на оба глаза, у него дальнозоркость, соответственно. После лечения зрение 0,9 на 2 глаза без очков и 1 в очках. Но глазик все равно косит. Очки немного исправляют, но не полностью. Угол отклонения большой 12-15 градусов. Врачи не исключают операционное вмешательство. Насколько эффективна эта операция? Какова вероятность того, что после совершеннолетия глаз не начнет косить в другую сторону? Вместо сходящегося начнется расходящееся косоглазие? В каком возрасте лучше сделать такую операцию? Значит, такой ребенок должен быть оперирован обязательно до 7 лет, если под очками все равно не проходит косоглазие. Может быть, нужно немножко усилить силу стекла, которую носит ребенок. То есть, может быть, слабоваты чуть-чуть очки, поэтому сохраняется угол косоглазия в очках. Может быть, это имеется паратический компонент, так называемый частично аккомодационное косоглазие, которое связано с большой дальнозоркостью, но есть и наличие паратического компонента. Такой ребенок должен быть прооперирован. Если до 7 лет, от 5 до 7, все-таки угол косоглазия будет сохраняться, надо оперироваться. Бояться ничего не надо, потому что сейчас операции делаются с полной. Мы можем, если раньше мы не могли измерить размер глазного яблока, то на сегодняшний день нам приборы позволяют измерить размер глазного яблока. И дозироваться будет операция, насколько оперировать мышцу, удлинять ее или укорачивать. Я не могу сейчас вам ответить, что там конкретно будут делать. Будет делаться расчет непосредственно в зависимости от угла косоглазия и размера глазного яблока для того, чтобы как раз избежать в дальнейшем расходящегося косоглазия. Это лазером операция делается? Нет, операция делается хирургическим путем. Обычно, да. Елена Валентинова, совсем немного у нас уже остается времени до окончания программы. А еще есть вопросы, если что. Да, ну вот мы сегодня уже говорили про косоглазие у деток, про ретинги гластома. Можно Ксюша задам, пожалуйста. Ну ладно, хорошо. Хотела еще спросить. Последний вопрос, мы разберемся с косоглазием, покончим раз на всю жизнь. Анастасия. Здравствуйте, ребенок один год три месяца, сходящееся косоглазие врожденное. Косит правый глаз, угол 40 градусов, зрение в норме для ее возраста. Соответственно, нужно делать операцию в таком возрасте или ждать? Я уже говорила про это. Если угол косоглазия в данном случае большой, ребенку год и четыре месяца, можно ввести ботокс для того, чтобы ослабить действие той мышцы, которая гиперактивна. Понятно. Вот. А дальше уже от трех до пяти лет, если все-таки косоглазие останется, то такого ребенка нужно оперировать, записать. Исчерпывающие. Ну, тогда вот теперь к моим вопросам. Вы сегодня поговорили, еще раз повторюсь, про косоглазие, да, про косоглазие ритинобластома, правильно, да, я сказала. А еще какие часто патологии встречаются у малышей, которых вам показывают? Ну, может быть, и врожденная глоукома у ребенка, может быть, и врожденная катаракта у ребенка, то есть помутнение хрусталика. То есть это, да, дети могут рождаться с этим. Может быть, различные виды заболеваний сетчатки, которые передаются по наследству, которые наследственно детерминированы. Вот, поэтому могут быть различные недоразвития тех или иных структур глазного яблока, той же сетчатки, сосудистой оболочки, так называемой колобомы, или, ну, вот, либо дырки, так вот, простому сказать, да, то есть там отсутствие ткани, той, которая должна быть, что тоже влияет на зрение, да. А с чем это связано? Это как-то мама неправильно питалась во время берегасти? Ну, вы знаете, вот так вот четко сказать, одной причины не бывает. Комплекс. Это комплекс причин, может быть, это раз. Второе, может быть, в момент закладки глазного бокала какие-то произошли, вот, может, мама грипп перенесла какой-то, вот, на ногах, да, не заметила какое-то вирусное заболевание. Часто такие вещи передаются еще и по наследству, то есть наследственная детерминация тоже имеет место быть. Вот, поэтому беременные женщины, берегите себя. Между прочим. Обязательно. Телефонный звонок. Да, телефонный звонок. 635-85-72, телефон прямого эфира. Сорвался телефонный звонок. Значит, ну, мы уже сказали, беременным мамочкам беречь себя, а в один месяц мы должны обязательно принести ребенка к офтальмологу, к неврологу. Ну, вообще вас должен направить педиатр в один месяц. Он же ведущий врач. Да, он ведущий врач, является ребенка, и в месяц он обязан отправить вас к офтальмологу, и в месяц направить вас обязательно к неврологу. Это два специалиста, которые смотрят на сегодняшний день ребенка в месячном возрасте. Лена Валентиновна, вот, подводя итог нашей программы, вообще, вот у меня, если честно, такое оптимистическое чувство, потому что, а, техника ушла вперед. То, что, как бы, раньше, казалось бы, да, ну, будут проблемы на всю жизнь, теперь, мне кажется, это все решается. Да, Андрей? Я помню еще те времена, не знаю, может, Гелена Валентиновна опять же посмеется над моим вопросом, когда проверяли глазное дно, или что там проверяли, когда светили, или что-то там на мизинце врача было смотреть, сейчас уже, наверное, на компьютере все проверяли. Что-то закапывали. Ну, вы знаете что, вы уж так-то... Нет, есть, конечно, специальные камеры, которые снимают сетчатку, и можно посмотреть, но это оборудование достаточно дорогое, не в каждой клинике оно есть, и ребенка иногда бывает тоже сложно посмотреть. Смотрим мы. И это тоже нормально. Но только мы смотрим сейчас не зеркальным офтальмоскопом, который был раньше, а сейчас есть шикарные офтальмоскопы, которые нам позволяют увидеть глазное дно в объеме, и то есть это все сейчас есть. Это моя любимая процедура, так вот в голову вставить куда-то, и там въезжают, отъезжают, не моргать. Я только вот какой-то домик запомнила, домик, который как-то в сторону. Ну, это мы проверяем рефракцию. На сегодняшний день мы можем проверить даже рефракцию у маленьких детей, которые еще не готовы вставить свою голову в этот топор. Вот есть такой приборчик, который... Ну, просто ребеночек сидит на коленях у мамы, и мы с расстояния нескольких метров, ну, как пистолетиком, снимаем показания рефракции. Он там смотрит на мордочку, и все. Не понимает, что происходит, а вы все правильно. Да, и самый главный такой совет. Дети, мне в коем случае не давать вот этих гаджетов в руки. Ну, или если давать, то следить за расстоянием, на котором они это смотрят. Я все-таки за то, что не давать. Лучше не давать. Мы не сможем проследить за расстоянием. Мы потом... Вот мы дали игрушку ребенку, она ему понравилась. Как вы ее отберете? Телевизор смотреть на расстояние очень большое. Значит, смотрите, у ребенка до трех лет нет никакой вообще нормальной мотивации на просмотр телевизора, если его не мотивируют к этому родители. Вот, у него еще нет такого зрительного сосредоточения, чтобы он прямо рвался смотреть что-то там по телевизору. Ну, погоди. Поэтому основная задача родителей, это побольше разговаривать с ребенком. Мама должна его целовать, любить, холить и лелеять. И играть. Вот, и чем больше мама, больше мама общается с ребенком не только с помощью языка, да, но и тактильное общение есть, да, взяла на ручки, погладила, приголубила. Для ребенка это очень важно. И намного более способствует развитию ребенка интеллектуально, нежели они дадут ему гаджет. Финал отличный. Дорогие друзья, нам придется прощаться. У нас в гостях была врач-офтальмолог Елена Валентиновна Буреньевна. Спасибо большое, приходите снова. Продолжим наш увлекательный бесед. Всего доброго, до свидания. Синя Бобрик и Андрей Смирнов были с вами. Увидимся завтра в Хорошем Утре, прямо по курсу новости. До встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok